Привет всем, у аппарата фанат хороших мультов и горных козлов. Телепузики, британский детский сериал производства BBC, появившийся в 1997 году. И получилось так, что в свое время я с ним так и не ознакомился. Ну, так получилось. И не так давно в новостной ленте кинопоиска я увидел анонс скорого перезапуска пузатиков. Можно ли их считать мультиком? Не всех, но можно. Да и что мне сделать, я в другом городе. Пока я делаю два относительно моего канала масштабных видео на Хэллоуин, мы с вами рассмотрим новый трейлер телепузиков. И обсудим, стоило ли их вообще создавать. Но сначала... А ты вообще задумывался, где будешь смотреть новый сезон Дома Савы? Нет? Тогда тебе прямяков в наш телеграм-канал. Там будут выходить новые серии Дома Савы и других мультов в нашей озвучке. А что если я хочу сам озвучивать мультики? Что ж, тогда можешь присоединиться к нашей команде. Паш, это конечно все хорошо, но где мне найти ламповую компанию, с которой можно посмотреть эти мультики? Именно для этого у нас существует DS-сервер, все ссылки в описании. Как я уже говорил, я их не смотрел, но хорошо помню скандал, когда изо всех щелей кричали, что их придумывали под наркотиками и тому подобное. Но вот, прошло много лет, и все об этом забыли. А Netflix презентует перезапуск. Немного отходя от темы, вы вообще знали о существовании таинственного дешевого мультсериала про маленьких телепузиков, который хрен найдешь в гугле? Но по счастливой случайности я нашел его на просторах ютуба. Не уверен, что о существовании данного движа знает Netflix, но все же, в трейлере нам показывают новое темнокожее солнышко. Не думайте, я не расист, но то, что они даже сюда вставили повестку, меня забавляет. Хорошо, хоть не ЛГБТ. В принципе, я не знаю, на чем здесь возоострять внимание, весь тизер-трейлер они бегают и играются, вон даже в пузырях покатались. Меня немного нервируют эти 3D-трупы и холмы, которые наш бедный Netflix не смог сделать нормально, видимо, потому что бюджета не хватило. Помните мои слова про тот мультик? Он официальный. И при этом кадры 3D-мультика вставляют в шоу с живыми людьми? Да у нас тут мультивселенная телепузиков, да? Не удивлюсь, если они объявят, что старые серии каноничны, и в них был сюжет, который они продолжают в новых. Пузи-блинчик! А заканчивается трейлер обновленной заставкой, скримером. Не таким, а вот таким. Ха-ха. Теперь будете все оставшиеся видео ждать скример. А сколько вообще хорошая идея выпускать этот перезапуск? Как по мне, очень. Это, конечно, можно воспринимать, как попытку паразитирования на вашем детстве. И если смотреть с такой стороны, то, конечно, корпорация Зол просто пытается срубить бабла, и все такое. Но если это считается попыткой адаптации старого детского шоу для нового поколения, то Netflix молодцы. Рассмотрим на моем примере. Мелким я смотрел по телеку мой любимый Disney, и как только заканчивался Финис и Ферб, или, допустим, Грэйди Фоллс, и начинался Алладин или Король Лев, я переключал канал. Но иногда, кроме этого, смотреть было нечего, и приходилось мне смотреть эти мульты. Из-за этого к ним я особо не возвращаюсь. Не то, чтобы это были какие-то плохие картины, просто меня тогда отталкивал их возраст и анимация. А теперь давайте посмотрим на современных детей, на то, что они смотрят. Вы просто сравните три превью, и подумайте, куда с большей охотой тыкнет маленький ребенок. С наибольшей вероятностью на одно из этих. Я сейчас не пытаюсь сказать о том, что с каждым поколением дети все более тупеют. Вот, допустим, что я смотрел в ютубе «Будущий мелким». Просто вкусы и требования современных детей кардинально отличаются даже от моих. И то, что Netflix переснимает старые детские сериалы, вовсе неплохо. Ведь, как говорится, чем бы корпорация не маялась, лишь бы детятка не плакала. А что вы думаете на этот счет? Поддерживайте нас в посылке в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем свежей травы, и пока. Слушайте, мне одному напоминают эти горы дома хоббитов.